Добрый вечер, уважаемые телезрители! За сутки в Эстонии выявлено 346 случаев заражения коронавирусом. Умер один человек. Поэтому многие специалисты и политики в нашей стране с интересом восприняли новость о том, что Израиль первым в мире начинает вводить третью дозу вакцины от COVID-19 своим жителям старше 60 лет. Поскольку некоторые исследования утверждают, что дополнительная прививка, или как ее называют, вустерная, повышает иммунитет приблизительно в 10 раз. Так ли это и грядет ли еще одна вакцинация в нашей стране, выяснял Михаил Владиславлев. Прививка третьей дозы вакцины, скорее всего, начнется уже в конце этого года. Хотя эффективность такого шага в научном мире пока не получила однозначной оценки. Но фактом является то, что новый штамм вируса Дельта оказался не только более агрессивным предыдущих, но и эффективно существующих вакцин против него меньше. А на подходе новый штамм, названный МЮ-версия вируса, уже быстро распространяющийся в Колумбии. Неоднозначное отношение к третьему кругу вакцинирования во Всемирной организации здравоохранения, руководители которой призывают благополучные страны направить избыток вакцины в нуждающиеся государства. Таким образом, можно эффективнее подотвратить распространение пандемии в мире, не появление новых, более опасных вариантов вируса. Мы передали довольно большое количество вакцины AstraZeneca как европейским странам, так и другим нуждающимся в мире через единую программу помощи ЕС. Мы приобрели для своих нужд достаточное количество вакцины, как для первой и второй доз, так и для третьей. Мы договорились о поставках вакцины на следующий период. Есть договоры с производителями Pfizer и Moderna. Нам хватит вакцины на всех. В соцсмине также сообщили, что на следующей неделе возобновятся и поставки вакцины Janssen. Статистика показывает, что главной группой риска в стране остаются невакцинированные жители. Сегодняшние цифры говорят о том, что 75% новых больных не прошли курс вакцинирования. В больницах сейчас находится 135 пациентов, из которых 80% не вакцинированы. Дополнительным фактором риска являются возраст и некоторые болезни. Именно поэтому третья доза прежде всего предлагается группе риска. Мы собираемся еще в этом году начать дополнительное вакцинирование людей с повышенным риском. Пожилых людей, работников первой линии, в системе здравоохранения, в домах по уходу, как работников, так и пациентов, людей с пониженным иммунитетом. Им мы предложим вакцинироваться третьей дозой. Сейчас фармакологические фирмы работают над новыми вариантами своих вакцин, адаптированных к дельта-версии. Но клинические испытания начались лишь в августе. То есть результаты будут получены к концу года. Надо получить и одобрение со стороны надзорных органов Еврокомиссии. Ну и третья бустер-доза существующих вакцин также эффективна. Лекарственный департамент ЕС пока заявил, что для вакцинированных и здоровых людей третья прививка не является срочно необходимой. Но, например, Франция, Германия и Чехия уже настойчиво рекомендуют третью дозу в возрастной группе 60+. Михаил Владиславов, Петер Юлевайн, новости Таллина. Таллинн до коронавируса уверенно становился притягательным местом для проведения саммита, форумов, международных конференций самого высокого уровня. Достаточно вспомнить, как триумфально нашей столице удалось провести сотни мероприятий во время председательствования Эстонии в ЕС. Коронавирус прервал эту важнейшую тенденцию, но специалисты с удовлетворением отмечают, что в Таллинн возвращаются международные топ-конференции. Что, как выяснила Элина Туровская, приносит городу не только престиж, но и доход. В докоронавирусные времена у нас туристов бывало больше, чем постоянных жителей. Причем интерес для иностранных гостей представляет не только обычный туризм. То есть ознакомиться с достопримечательностями и развлечься. Но и деловой, а также конференц-туризм. Бизнес-туристы оставляют в любой стране больше денег, чем остальные категории путешественников. Поэтому развитие этого сегмента очень выгодно. По данным статистики, конечно, до пандемии один турист-делегат международной конференции оставлял в Таллине около 900 евро. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что конференц-туризм начал возвращаться в столицу. Мы уверенно встали на путь восстановления конференц-туризма. На прошлой неделе в Таллине состоялся New Baltic Hospitality Forum. На этой неделе проходит конференция Ленарта Мэри. Можно сказать, что уже за дверями ждет таллиннский дигитальный саммит. Все эти события привлекают в город международных делегатов и местных гостей. Сейчас мы твердо уверены, что возвращаются мероприятия лицом к лицу и личные контакты. Конечно, сейчас возможности путешествовать по миру ограничены. Поэтому многие конференции проходят в гибридном формате. Кто-то из участников работает виртуально, а часть гостей все-таки приезжают на место. Кроме конференц-туризма, весьма популярен и бизнес-туризм. Эти два сектора очень похожи. С той только разницей, что обычно в рамках бизнес-туров проходят поездки и экскурсии, связанные с работой предприятий. Как только возвратились международные рейсы и открылись границы, шаг за шагом возобновился и деловой туризм, что очень важно для развития Таллина. Не менее важен и спортивный туризм. Соревнования по тейквондо, которые прошли на прошлой неделе в Таллине, собрали полторы тысячи участников из 49 стран. Спортивные соревнования – это также один из путей привлечения в столицу и в Эстонию зарубежных гостей. Это видят для местных жителей развлечения, мероприятия, новые впечатления и бизнес-контакты. Как раз сейчас в Таллине проходит чемпионат Европы по волейболу, а в начале августа у нас прошли соревнования «Айронмен», в которых приняли участие 2600 человек, большая часть которых приехали из-за рубежа. Само собой разумеется, что нынешние условия, в которых проходят мероприятия, доставляют немало хлопот со справками и тестированием, зато проходят конференции, спектакли, спортивные соревнования. Близится «Золотая маска», организаторы которой даже запустили в продажу дополнительные билеты. А развитие конференц и делового туризма по-прежнему остается для Таллина одним из приоритетных направлений. Лентуровская, Петер Улевайн, новости Таллина. В прошлом году многие активные жители столицы с волнением ожидали объявления итогов голосования по народному бюджету. Напомним, что тогда впервые любой житель Таллина мог предложить свои идеи для обустройства родного района, которые можно было бы воплотить за счет муниципальных средств. Авторитетная экспертная комиссия оценила поступившие идеи, потом их вынесли на народное голосование и воплотили в жизнь. И вот теперь стало известно, что город вновь ищет самые интересные предложения для второго народного бюджета. Рассказывает Илья Бань. Сегодня стартовал прием идей по народному бюджету. До 1 октября Таллин ждет предложения горожан относительно того, какие проекты могли бы финансироваться в 2022 году. Опыт прошлого года показывает, что люди готовы выражать свое мнение. В ходе сбора идей для первого народного бюджета Таллина поступило более 500 предложений. Они касаются городской среды, спорта, культуры и досуга. И результаты, что называется, налицо. Для примера перенесемся в район Мустаме. В прошлый раз самой популярной здесь стала идея строительства баскетбольной площадки стоимостью 100 тысяч евро. И этот объект, который выбрали сами жители района, к настоящему моменту уже сдан в эксплуатацию. А ведь все началось с идеи простого учителя, которого поддержал педагогический состав, ученики, а затем и все жители района. Ребята отреагировали с воодушевлением. Они довольны, что больше не надо заниматься на старом и грязном покрытии. Цвет яркий, он вызывает детей заниматься спортом. А главная площадка очень качественная. Отдельно отмечу и трибуны, которые подходят для болельщиков. Но теперь также появилось место, чтобы пообщаться на переменке. Ведь они, эти трибуны, новые, красивые и удобные. Я доволен, но куда важнее, довольны ученики. Город ждет новых идей, которые обещают быть еще интереснее. Призываю всех поучаствовать в создании городского пространства. Это ведь прекрасно, когда сами жители предлагают и сами решают, что они хотят видеть прежде всего. В отличие от прошлого года подрос и объем бюджета. Вместо 800 тысяч теперь будет распределен между районами 1 миллион евро. Отдельно обращаюсь и к тем, кто уже участвовал. Вносите те же самые ваши идеи. Доработанные или нет, у всех будут равные шансы на общенародном голосовании. Старейшина Кейс Клинна согласна с тем, что в минувшем народном бюджете было много классных идей, которые отстали от победителей незначительно. Здесь также есть надежда, что авторы этих идей предложат их и в этом году. Ну, например, популярной была идея площадки для выгула питомцев или полоса препятствий для собак в Кадриорге. Там этого не хватает. Детские площадки, уличное освещение. Или, к примеру, было предложение оснащения автобусных остановок зарядками для телефонов. Помимо этого, я уверена, будет и много новых идей. Народный бюджет превращается в добрую традицию Таллина. Представление идей процесс крайне простой. Заполнить надо всего несколько окошек. 1 октября сбор идей завершится. А уже в ноябре начнется голосование за проекты, которые пришлись горожанам по душе. Илья Бань, Юлор Луб, Петер Юлор Вайн, новости Таллина. Будет ли продолжаться создание народного бюджета и в будущем? Что станет с бесплатным общественным транспортом? Как сложится судьба русских школ и детских садиков? Придут ли к власти те, кто мечтает расчистить площадку? Или все же в руководстве города будут люди с конструктивными идеями? На многие из этих вопросов можно будет дать ответ только после муниципальных выборов. А вот о порядке голосования и о том, кто может в выборах участвовать, мы напомним сегодня вместе с нашей гостьей. Сегодня это Анастасия Григорьева, административный секретарь района Властами. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Анастасия, правильно ли мы сделали, пригласив вас сюда, входят ли в обязанности административного секретаря занятия и выборами? В каждой части города, значит, есть свой административный секретарь, который отвечает за организацию выборов в части города. Ну, перейдем к самым главным вопросам. Что, где и когда? Первый вопрос. Кого мы выбираем? Мы выбираем представителей в органы местных самоуправлений. То есть в Таллине это городское собрание. Когда можно будет уже голосовать? А самое главное, как это все будет организовано? И узнают ли люди? В какой участок им идти? Как об этом всем узнать? В этом году немножечко меняется организация самих выборов. Выборы сконцентрированы в течение одной недели. Начинается голосование предварительно уже 11 октября. Соответственно, на 11 октября можно идти голосовать предварительно. Можно проголосовать электронно. Или можно пойти... У нас открываются по всему городу участки для предварительного голосования. Можно пойти в один из таких участков и там отдать свой голос. На предварительном голосовании неважно, где человек прописан. Именно так. На предварительном голосовании это не имеет значения. Есть определенные избирательные участки, куда ты можешь прийти и проголосовать. Об этом каждый избиратель узнает в информационном листке, который ему вышли от Министерства внутренних дел. Примерно где-то в сентябре, ну то есть за месяц, плюс-минус за месяц до начала выборной недели. Как человек узнает из этого же листка, где ему проголосовать аккурат в дату выборов? С этого года произошли небольшие изменения в организации выборов. И с этого года избиратель не привязан конкретно никакому из участков. То есть в день выборов, 17 октября, воскресенье, он может проголосовать в любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. В Таллине это означает в пределах своего района, где зарегистрировано его место жительства. То есть если человек живет в Лас-Намяе, то неважно, он поедет на Кербере, на Умера, на Пае, везде можно? Совершенно верно. То есть если, допустим, он живет где-то на улице Палости, ну, например, поехал в сторону Лас-Намя-Центру, он там же может проголосовать. Ну и, конечно же, еще один важный вопрос. Кто может голосовать? Здесь я имею в виду возраст избирателей и, конечно же, цвет паспорта. На местных выборах цвет паспорта не имеет никакого значения. Голосовать могут абсолютно все жители Эстонии, достигшие на момент выборов 16-летнего возраста. Соответственно, единственные, кто не могут голосовать, это люди, признанные недееспособными, и те люди, которые находятся в местах лишения свободы по решению суда. Это значит, что с серым паспортом, с паспортом Российской Федерации все равно нужно идти? Абсолютно точно. Нужно идти, делать свой выбор, голосовать за тех, чья программа тебе ближе к сердцу. И только вы решаете, как будет выглядеть ваш город в течение следующих четырех лет. Проще говоря, мы возвращаемся к очень банальной фразе, что даже один голос имеет значение. Абсолютно точно. Каждый голос важен, поэтому обязательно приходите на выборы и делайте свой выбор. Анастасия, спасибо вам большое. И вам спасибо. Ну что же, остается только напомнить слова популярной песни «Думайте сами, решайте сами». Можно, конечно, остаться дома, веря в свою судьбу чужим людям, а можно, как и призвала нас административный секретарь управы части города Ласнаме, принять участие в выборах. Тем более, что у многих это единственная возможность сделать так, чтобы их голос был услышан. Не упустите этот шанс, но мы продолжим наш выпуск. Наш корреспондент Сергей Овченков, который побывал в прошлом году на открытии пункта Центра повторного использования, отыскал там интересную книгу, которую искал много лет. Но, конечно, не только книги ждут в этом году тех, кто заглянет в новый пункт сбора вещей на Балтийском рынке. Новую жизнь можно дать многим вещам, которые хранятся у вас дома, но в данный момент уже не нужны. Кто из нас не посмеивался над бабушками, готовыми перелицовывать старые вещи, утверждая, что они теперь выглядят как новые? Или над дедушками, которые годами носят один и тот же свитер? А между тем, теперь они были бы, так сказать, основателями нового модного движения по экономии природных ресурсов. Некоторое время назад в Таллине появилась сеть необычных магазинов, которые стали примером такого особого подхода к жизни. Сегодня также на Балтийском вокзале открылся специальный пункт, куда жители Таллина могут круглосуточно приносить ненужные вещи, которые, в свою очередь, получат вторую жизнь. Некоммерческое объединение «Центр повторного использования» направляет чистые и пригодные для использования вещи снова в обращение и ищут возможности придания новой жизни старым вещам. В крупных городах Эстонии, в Таллине в частности, открываются специальные кабины, куда любой желающий может принести вещи для того, чтобы они снова обрели бы своих хозяев. Цель таких домиков для сбора вещей – предложить людям более удобную возможность отнести какие-либо ненужные вещи именно сюда, а не выбрасывать на помойку. Эти вещи еще могут быть в полном порядке, и они наверняка пригодятся кому-либо еще. Такие кабины работают круглосуточно, так что желающие смогут отнести сюда вещи в любое удобное для них время. Ну, а установили мы такой домик здесь, в районе Балтийского рынка. Центр вторичного использования не является коммерческой организацией. Вырученные от продаж средства идут на аренду помещений, зарплаты, а также на открытие новых магазинов. На данный момент открыто более 10 магазинов в 8 городах. Наверняка у многих сейчас может возникнуть вопрос, а в чем же разница между центром вторичного использования и, скажем, магазинами, где продают поношенную одежду, которые в народе еще окрестили как блошиные рынки. На самом деле тут есть одно существенное различие. Дело в том, что вещи продаются в центре в течение одного месяца. После этого начинается трехдневная акция «Евродни», то есть вся одежда и обувь выставлены по цене 1 евро. Ну, а затем вещи отдают бесплатным многодетным семьям, которые в них так нуждаются. Стоит отметить, что если вы захотите принести какие-либо крупные или хрупкие вещи, то это можно сделать по субботам и воскресеньям с 12 до 15 часов. Вещи можно приносить во все магазины Ускас и Тускескус во время их работы. Местоположение магазинов можно найти на сайте, адрес которого вы сейчас видите на экране. Центр принимает все ставшие в домашнем хозяйстве лишними исправные, целые вещи, например, одежду, мебель, посуду, игрушки, книги, обувь, аксессуары, средства для занятий хобби, музыку, кинофильмы, комнатные растения, технику и многое другое. Для этого достаточно найти корзину для пожертвований у наружной двери магазина и положить туда свои вещи. Ну, а для вывоза крупногабаритных вещей, таких как мебель или бытовая техника, можно даже вызвать микроавтобус-центра повторного использования. Сергей Овченков, Мартейнло, Новости Таллина. Не только началом учебного года и первыми отметками ознаменован сентябрь. Традиционно в этом месяце открывают новый сезон театры и культурные центры. В Центре русской культуры некоторые мероприятия проходили и в августе, однако официальное открытие сезона состоится в середине сентября. О том, чем порадуют жители и гостей столицы Центр русской культуры, предстоящий осенью, в нашем следующем сюжете. Открывается сезон в доме на Морском бульваре традиционным фестивалем – Дни национальной культуры Эстонии. И если прежде в программу дней входили в основном мероприятия, посвященные славянским культурам, то в последние годы программу расширили. И вот в этих днях на сей раз, которые начнутся 18 сентября и продлятся до 26 сентября, будут представлены уже не только вот эти славянские культуры, но в частности среди выставок, которые будут и объединение русских художников в Эстонии, будет, например, выставка французского художника Патриса Даниэля. И в одном из концертов, который пройдет 24 сентября, например, будут исполняться эстрадные, ну, теперь принято говорить, хиты, бессмертные 70-х, 80-х, 90-х годов. Это итальянские, французские, английские и так далее, и так далее. Выставки, концерты детских и взрослых коллективов, лекции на тему истории и культуры и даже на кулинарную тему – все это обширная программа Дней национальной культуры, с которой подробно можно ознакомиться на сайте venekeskus.ee. И самое главное – все эти мероприятия бесплатны для зрителей. Наш дом открыт для всех и, называясь Центр русской культуры, в лучших традициях русской культуры работает на объединение. Поэтому мы ждем здесь, естественно, и эстонскую публику, и тех, кто пытается приобщиться к русской культуре любой национальности. Увы, необходимо напомнить и о том, что администрация Центра русской культуры будет внимательно следить за выполнением всех предписаний, связанных с коронавирусом при посещении мероприятий. Наличие паспорта вакцинации, отрицательный тест и так далее. Тем не менее, зрители здесь ждут с нетерпением. И, как уже было сказано, двери Центра русской культуры открыты для всех. Вадим Малышкин, Марта Инло, новости Таллина. Таллинцы уже привыкли, что сентябрь объявлен в городе месяцем экологичной мобильности. Ведь мы участвуем в компании Европейской недели мобильности. Но у нас к ней будут призывать 30 дней. И главный призыв – передвигаясь пешком и на велосипеде, вы бережете здоровье и окружающую среду. А как этот призыв притвориться в жизнь, уже завтра расскажет Сергей Евченков. На предстоящих выходных в Таллине на бульваре Эстония состоится мероприятие «Зеленый путь в самом сердце города», который откроет день без автомобилей – месячник экологичной мобильности. На бульваре Эстония будет создана среда, поддерживающая экологичные способы передвижения. И там, где обычно ездят машины, дети и подростки смогут безопасно передвигаться. И город очень надеется, что организаторам удастся убедить нас в преимуществах экологичных способов передвижения, а значит и поменьше пользоваться автомобилями, предпочитая им другие средства передвижения с нулевым выбросом выхлопных газов. А еще вспомнив фразу о том, что наши люди в булочном такси не ездят, просто попробовать отказаться хотя бы на день от автомобиля и постараться провести больше времени на свежем воздухе, сделав для себя эдакую кардиотренировку. Хотя нужно понимать, что нагрузка тоже должна быть умеренной и разумной. Все зависит от физической подготовленности. Если человек пожилой, конечно, лучше в спокойном ритме. Просто обычная ходьба. Если человек уже более продвинутый, занимается спортом регулярно, то, конечно, можно и пробежаться. И стоит помнить, что в связи с проведением в субботу-воскресенье мероприятий в центре города будет ограничено движение для автомобилей. В частности, для движения будет закрыт отрезок проезжей части от Эстонии по СТ-5 до перекрестка Каубамая. В связи с этим также будут изменены маршруты некоторых троллейбусов и автобусов. Поэтому, если вы решите отправиться в город, то лучше всего ознакомиться с изменениями в расписании движения общественного транспорта. Конечно же, будут объезды, потому что некоторые участки дороги будут закрыты. Поэтому следите, пожалуйста, с расписанием. Смотрите, пожалуйста, карты, где будут объезды. Еще раз сказал, что на личном автомобиле многие участки невозможно будет вообще проехать. Но общественный транспорт работал, работает и будет работать. Ну а если говорить более подробно о программе мероприятий, то завтра с 12.00 перед парком Тамсары на бульваре Эстонии начнутся экспресс-курсы для взрослых по езде на электросамокате, знакомство с электротранспортом, а велосипедисты могут пройти бесплатное простое техобслуживание. Для ознакомления с построенными в этом году новыми велодорожками из парка Тамсары в 13.00 будет дан старт совместной поездки в велопробег по НОМ и строящимся велодорожкам в Кесклине, а потом велопробег района Кесклина. Стоит отметить, что для участия в некоторых мероприятиях необходима регистрация, оформить которую можно еще и сейчас на интернет-странице Таллина. Сергей Овченков, Март Эйнло, новости Таллина. Открытый 29 августа парк Тонгера у Болжоц стал сверхпопулярным местом проведения свободного времени и многие посетители просто в восторге. При этом безопасность отдыхающих для города является приоритетом, заявил вице-мэр Калли Кландеров. Поэтому принято решение применить дополнительные меры безопасности. Для оперативного реагирования теперь в парке в часы пик будут работать мобильные работники скорой помощи. В Тонгераба также установлено видеонаблюдение, а при необходимости парковые сторожа, дежурищие на электросамокатах, могут вызвать патруль службы Г4С. Дополнительную охрану обеспечивает частная фирма. Работники МУПа регулярно осматривают парковые пространства. А вот городской департамент образования направит в парк дополнительных молодежных работников. Составлен график, по которому специальный тренер обучает молодежь катанию на рулах и самокатах, особенно обращая внимание на необходимость ношения шлема. Дополняется информация на аттракционах, рассчитанных для детей с особыми потребностями. Городские власти также обращаются к родителям с просьбой тщательнее наблюдать за своими детьми. Ну и остается пожелать жителям столицы приятного и безопасного отдыха в парке Тонгераба в предстоящие выходные, ну и во все другие дни. Почти все мероприятия, о которых мы вам рассказали, пройдут в эти длинные выходные на открытом воздухе. Поэтому сейчас мы узнаем, что стоит прихватить с собой, отправляясь на прогулку в выходные. Солнцезащитные очки или же зонтики. Предстоящей ночью ожидается ясная погода. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. После полуноча слабеет. Температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла. В субботу днем небольшая или переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный от 5 до 12 метров в секунду. И температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла. В ночь на воскресенье без осадков. Температура воздуха плюс 4, плюс 7. В воскресенье днем также без существенных осадков. Температура от 10 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник облачно с прояснениями. К утру вероятность осадков увеличится. Температура воздуха от 5 до 7 градусов тепла. Утром до плюс 10. В понедельник днем ожидаются ливневые дожди, температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла. И все же выходные дни состоятся при любой погоде. Ну а мы завершаем наш выпуск. Мне остается только пожелать вам удачного завершения пятницы и насыщенных интересными событиями субботы и воскресенья. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь. Напоминаю, что новости Таллина вновь будут в эфире уже в понедельник, ровно в 21.00. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»